Государственный контроль в части квалификации персонала. Летние лагеря детского отдыха пройдут проверку на условия размещения детей, культурную и экскурсионную программы и кадровый состав. В Нинесском округе прошло первое заседание комиссии, отвечающей за организацию летнего отдыха и досуга детей. Первая группа детей, 119 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, уже проводит каникул в Железноводске. Качество размещения питания и культурной программы во время заезда детей проверила лично директор отделения социальной защиты населения Ольга Егорова. Поскольку с пансионатом имени Крупской учреждение работает первый год, комиссия приняла решение повторно оценить услуги пансионата. Ответственной была назначена Ольга Егорова. Также на совещании рассмотрели учреждения, в которых отдохнут жители округа, а путёвка мать и дитя – это санаторий «Юность» в Есентуках, «Дилуч» в Анапе и Митина в Кировской области. С этими санаториями также мы работаем уже не первый год. Также квалификация этих санаторий подтверждена многолетним опытом работы. Учитывая то, что у нас там выезжают дети с родителями, также предлагаю вам то, что необходимости данной проверки у нас сегодня нет по качеству предоставимых услуг. Под особым контролем департамента санатории, где проводят каникулы ребята из детского дома и Ненецкой школы имени Пырерки. Воспитанники детского дома с начала июня находятся в лагере «Плёс» Ивановской области. Сопровождают детей-воспитатели, которые ежедневно связываются с округом и отправляют фотоотчёты. Воспитатели и все работники, которые поехали туда работать с детьми, были ознакомлены с должностными инструкциями. И с должностной инструкцией входили приложения по поведению у воды и на воде, по поведению детей и поведению взрослых при следовании в транспорте на дальние переезды. И по поводу экскурсий, которые проводит сам Плёс, но для наших деток по реке, то есть на теплоходе. Проверку пройдут и лагеря досуга, организованные на территории Ненецкого округа. Молодёжный форум «Тельвиско-Арт», который пройдёт с 3 по 8 июля, и «Летний слёт звезда», стартующий 14 августа. Под контроль поставят и педагогические отряды, открытые в населённых пунктах региона. «Отмечу, что, безусловно, там у нас будут привлечены молодые люди от 18 лет. Мы прекрасно понимаем, что в случае в Карелии это именно в связи с тем, что это стара, были у нас студентами ПЕД-колледжа. Поэтому дополнительные меры мы также отработаем с руководителем Центра молодёжного сфаминового в части дополнительных инструктажей и поведением». Помимо принятых мер, комиссии было решено составить памятки для сопровождающих и родителей детей. Они будут включать основные меры безопасности поведения на воде и других опасных объектах, а также номера телефонов отделения социальной защиты.